Друзья мои, всем привет! Привет! Мы с вами снова опять в Нерсборо. Сегодня у нас замечательная летняя погода. Здесь проходят фестивали, как всегда у них развлекательная программа. Кто-то выступает, поёт, танцует, всё для людей. Конечно, они этим самым собирают средства в поддержку кого-то. Мы сейчас с вами увидели немножко фольклорных танцев, а я вам хочу показать и рассказать про одну из особенностей этого городка. Это очень интересная фишка этого города. И иногда, чтобы увидеть что-то удивительное, достаточно просто поднять свои глаза. Обратите внимание на то, что у меня за спиной на здании. Я надеюсь, вам видно за мной? Если нет, сейчас камеру поверну. В Нерсборо есть десятки слепых окон. Это особенность георгиевских зданий ещё с его правления. Эти окна были запечатаны с целью избежать налога. И сделаны рамки для окон с целью только для симметрии, чтобы было всё красиво. И сейчас многие из этих окон здесь разрисованы. И это не просто рисунки, а это произведения искусства, которые являются коллекцией под названием «Городские окна Несбора». Эти произведения искусства, так скажем, восстанавливают окна, которых на самом деле нет, и передают зданию симметрию. Эти окна выполнены в технике трамплей. Из французского это означает «обман зрения». И, как мы видим, изображения получаются объёмными, как 3D, хотя на самом деле они просто нарисованы на стене. Этот проект был поддержан советом искусств Англии, городским советом Несбора, советом Харрагейта. И эта коллекция городских окон имеет очень важное значение. У них есть даже для нас, для туристов, брошюрка со списком этих окон, но на самом деле здесь обозначены все, видимо, самые важные, которые передают какие-то образы, исторические моменты города. Здесь у них написаны адреса и кратко о них истории. И я хочу вам это сегодня показать и рассказать. Начнём! Здесь, на центральной площади, изображён слепой джек. Сегодня в городе идёт представление, и как раз таки здесь есть образ вот этого слепого джека и ещё один. Сейчас вам ставлю брендочку. Ознаглуйтесь поближе! Я думаю, в этом городе это самый популярный герой и персонаж. В 6 лет он заболел оспой и ослеп, но он продолжил своё движение. Жизнь его была полной насыщенной. Он играл в совершенстве на скрипке. И, что важно, он был лучшим новатором строительства дорог. Он сконструировал около 170 миль, когда ещё только начали прокладывать магистрали. И за моей спиной вы сейчас видите папу его имени, в котором он играл на своей скрипке для клиентов. Здесь изображён солдат Фокис, который когда-то принимал участие при попытке убить членов палаты лордов при королевском открытии парламентра в ноябре 1605 года. И на этой картине ему дали второй шанс осуществить его заговор. Здесь изображён король Джон. У него была плохая репутация в сравнении с его братом-королём Ричардом. Но он имел важное отношение к городу, потому что он укрепил замок и использовал его для охоты в лесу на территории Нейсбора. И переупоминание о королевском милостыне идёт от 5 апреля 1210 года, когда этот король Джон распределил подарки между 13 бедными людьми. И на этой картине его и показали дающим милостыню. А на этих двух окнах изображена художница. Тут, кстати, в ней даже можно именно автор посмотреть. Джули Коуп. Вот. Она изобразила сама себя. Друзья, на нижнем окне показано, как она опасно стоит на подоконнике и рисует это окно. А на верхнем она наслаждается утренними пухнями. В компании со своей кошкой. Кроме картин, отмеченных в этом путеводителе, можно найти ещё другие. И я вам их тоже покажу. Это очень увлекательно. Находить картины, которые ещё не отмечены в путеводителе. Не знаю, что увидишь. И они действительно поражают то, как они нарисованы. И смотрятся очень-очень реалистично. В этом городе в 1965 году был открыт зоопарк. Но потом условия изменились. И когда закончилась лицензия, он был закрыт в 1985 году. А он был известен именно зеброй и жирафом. И теперь на этой улице каждый день все могут видеть такой вот виртуальный зоопарк с этими животными. Билетная касса, билетная касса. Кому билетик на спектакль? Это входит в театр, где мы с вами можем видеть много известных мест. ХорошICA Бильжит Угадайте, какое из окон фальшивое? Кронобургский замок был подарен Эдвардам Третьим как условие брака его жене. И она жила в нем периодически с 1332 года. Она установила Парижскую церковь Святого Джона. И на картине можно видеть на заднем фоне гобелина, где изображен ее герб. И она показана дающей шкатулку с деньгами для реставрации этой церкви. Ребята, простите, немножко сложно читать. И рядом с ней изображен ее сын, держащий деревянный меч в руке. Его имя было Черный Принц. А в правом нижнем углу изображена Черная Смерть, которая символизирует вот та маленькая черная крыса, впервые появившаяся в Несбург в 1349 году. Ищу эти окна, навигатор, забиваю адрес, телефон. Кручусь все в центре. Вот эту корзину сейчас найти не могла минут 10. Я, наверное, ошиблась. Самой популярной героиней здесь является Мадер Шиптен. Мадер Шиптен, вот эта вот пожилая в окне женщина, она была самой известной ведьмой и пророчицей. Считается, что она родилась в 1488 году. О ней ходит очень-очень много легенд. А болтающиеся предметы на окне, они символизируют капающую воду, которая тоже связана с какими-то легендами. Считается, что вода имела какое-то магическое, запеняющее свойство на людей. Видимо, какая-то магия. Очень много мероприятий здесь связано с Мадер Шиптен. Она является здесь важной героиней этого города. Очень много всего для семьи, для детей. Видите, даже есть район на реке, где какие-то аттракционы, как раз вот этот ручей, вот эти вот предметы болтаются. Сейчас я могу также сделать видео-вставочку с сегодняшнего дневного спектакля. Мадер Шиптен тоже была. Попробуйте ее узнать. Я уже уходилась, ребята. У нас еще осталось три картины. Ага, нашла. Из этого окна выглядывает летчик Джейм Джинджер Лейси. Он был лучшим пилотом истребителей Второй мировой войны. Он сбил 18 самолетов в какой-то там период сражения с Британией. А в конце войны на его счету было 28 сбитых самолетов. Он герой национальной важности. А мы сейчас с вами приближаемся к железнодорожной дороге. Здесь предпоследняя картина, кстати, которую я показывала в предыдущих своих видео. Кто не смотрел мои видео о Кнезбор, обязательно посмотрите. Я гуляла по городу, показывала здесь сбег с кроватями, рызарский турнир, много чего интересного. Ссылочка под видео обязательно будет. Перевожу. Герезанская война поделила Нейсборо на много общин по всей стране. И замок был захвачен монархами. И после победы парламентеров в битве Офмарсон-Мур в июле 644 года, замок оказался под осадой в декабре. И уже 20 декабря стены были проломлены. Рейлисты, господи, как их по-русски так сказать? Кто там? Короли у нас сдались. И после войны замок был демонтирован только в 1648 году. Когда у них мероприятия по всему городу, то выступает исполнитель живой музыки. Это так здорово! Хм, последняя! Бинго! Для тех, кто не разглядел, смотрите сейчас, а я буду читать. Наверху изображен Брайан Робинсон, дорожный велогонщик в 50-х и начале 60-х годов. Он был первым британцем, финишировавшим в Тур-де-Франции и первым победителем этапа тура. И его успех как профессионального велосипедиста в главной стране Европы проложил путь для остальных британцев. А внизу изображена Берли Бертон. Она работала и поэтому участвовала только в местных соревнованиях. И была победительницей более чем в 90 чемпионатах и 7 мировых титулов. И еще остановила много мировых рекордов. И самое важное из них это 12-часовой тур, в котором она побила даже рекорды мужчин на следующие 2 года вперед. Ребята, если вам сегодня понравился мой квест по Нейсбор, ставьте мне лайки, делитесь видео в соцсетях, пусть другие тоже узнают важные имена в Англии. Я вам всем желаю хорошего настроения. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписались. Не пропускать новые интересные видео. Желаю всем улыбок, тепла и добра. Увидимся. Пока-пока.